к вишескому ювелиру сергею принесли головку от граммофона иглодержатель винтик резьба испортилась тащилась вот решили рассверлить в иглодержателе чуть диаметр был 2 миллиметра хотели 2 и 5 но увы там мяса нету на 2 и 3 перешли меч здесь на видео показан подбираем этот меч и 2 и 3 плашечку подобрали и будем делать как сам винтик так и нарезать резьбу самой головки здесь сергей начинает рассверивать отверстия звука я убрал который был записан там слишком много лишнего записано но здесь на видео видно как нарезаем потихоньку резьбу прорезали насквозь с хозяином дал добро прорезать насквозь и так мы решили чтоб соус на голову потихоньку потихоньку нарезаем мы как видно уже прорезали насквозь соосность все подошла тихоньку прогоняем туда-обратно сейчас еще по одному разу пробуем идея какая была пробовали ставить разные камни как это влияет на звук собралась несколько меломанов аудио ставили всевозможные камни сергей ставил у него на большой запас всем всевозможных камней и отслушивали на счет и алмазы были обработанные бриллианты изумруд был аметисты что еще было чуть-чуть перебью сам себя значит здесь уже нарезанный винтик и как бы головка головка самого болтика так называемый пуссет как я его назвал да это кастик будет куда будем вставлять камни но я назвал пуссетом его сейчас он подпаивает рубины были гранаты были турмалины были проверили здесь он показывает камушки подбирает подкаст диаметру это кабошончики будем пробовать вставлять и будем отслушивать шлаковые пластинки много пластинок отслушали антона степич или которые у него скупил все перевел в цифру но выпросил мне правда здесь значит идет за крепкой камушка последнего значит лучше всего отыграл камушек гранат как ни странно все сошлись на том причем очень резко меняется звук музыка меняется тембр того что камушек находится так близко вот здесь и за чекани вается ставится камень в каст закрепляется и все дружникам согласились на том что будет стоять именно гранат который просто изумительно изменил звук ну можно спорить окрасил не окрасил звучание здесь сергей карнайзеном делает красивый узорчик для пальцев чтобы удобно закручивать иголку штихелем выбирает орнамент между камушками этими кругленькими то что получилось от карнайзена делает свою красивую ювелирную работу вот так вот как оказалось здесь готовое готовое уже изделие как его называю пусетик готовое изделие закреплен гранат на вечернем вечернее солнышко просматриваем изделие уже как выглядит на оксидировали чтобы серебро имела более винтажный вид под стать головки граммофона вот так вот выглядит так что в звуке победил именно гранат можно назвать это окрашиванием звука как угодно можно назвать но действительно 5 человек было в комиссии которые которые все единогласно подтвердили что действительно идет влияние камня на звук значит иглы использовались как и железные так и бамбуковые все равно получилось ну вот граммофон это уже изделие поставленную в головку головка на граммофон поставлена такой вот граммофон и его мы отслушивали на разных пластинках это пластинка хозяина ну это что у меня были от антона тоже пластинки мы на штук 10 пластинок кучу бамбуковых игл сточили вот как ни странно получилось очень очень красивое звучание вот такая вот ювелирная работа сошлась с аудио экспериментом